Подлинники. Для всякого иконописца важен вопрос, как писать изображение того или другого святого. Вопрос этот разрешает так называемый лицевой подлинник. Подлинник. Образчик. Персональник. Название книги. Правил изображения святых. Для иконописца в книге приводятся рисунки с характерными. Для каждого святого чертами и внешним видом. Сообщаются также кратко цвета одежд. Существует строгановский подлинник. Большаковский, Сийский, Гурьяновский и другие, но не все изображения, имеющиеся в подлинниках, можно повторять буквально. Некоторые дают только схему, которая требует внимательной проработки к таковым относится. Например, строгановские и большаковские подлинники строгановские относятся к концу XVI, началу XVII веков. Подлинник издания Большакова представляет собой позднейший список со строгановского и дает изображение еще схематичнее, чем его оригинал, но он имеет некоторое преимущество перед строгановским, а именно. В первой половине этой книги помещены описания каждого святого, тогда как в строгановском имеются указания только вверху над ликами и в таком сокращении, что многие вышедшие теперь из употребления термины почти не читаемы тот и другой подлинники в основном. Помещают единоличные изображения святых. В календарном порядке сийский же. И гурьяновские подлинники дают различные и точные переводы икон разного времени, иногда даже повторяя пробелы и характерную для конца XVII века разделку одежд с золотом. Но, обращаясь за справками к подлинникам, надо учитывать, что некоторые изображения помещены в негативе, другие, наоборот, в позитиве, то есть одни прямо, другие с оборотной стороны святые, например, благословляют левыми руками, что также требует внимания при работе, образцом могут служить и лицевые святцы, из которых некоторые даже имеют в начале книги описания святых гурьяновские лицевые святцы. Единоверческого монастыря подлинники пользуются авторитетом. И сомневаться в точном подобии изображений святых не приходится в их основе лежат данные священного писания. Предания некоторые лики писались при жизни святых потихоньку, а тай – незаметно для святого, так как строгие подвижники и благочестивые люди в старину писать с себя портреты, по смирению своему, считали делом далеко не благочестивым образ преподобного Ефросина Псковского. Например, «Бе при животе» его написан в монастыре Атай Святого от некоего Игнатия, некоторые написаны по памяти, после смерти святого. Полезно познакомиться и с происхождением иконописного подлинника, в России история подлинника неразрывно связана. С историей православных храмов, как храмы с принятием Христовой веры начала этой книги восходит к Византии. Откуда прибыли художники расписывать Киево-Печерский храм в XI веке, они и ввели в употребление книгу «Подлинник», которая время от времени менялась в связи с прибавлением новых святых византийский лицевой подлинник «Известинц». Экс века он был распространен по приказу императора. Василия. В недавнее время открыты греческие списки подлинника в афонской библиотеке, некоторые из них были изданы на французском языке, все они были составлены не ранее XV века, русский подлинник не принадлежит к афонской редакции, текст дан в переводе, изображение же в позднейших копиях. Развитие подлинника шло под наблюдением духовной власти, охранявший церковные предания русский иконописец учился у мастера грека и передавал свои познания. В записанном и зарисованном виде ближайшим помощником и преемником, те своим ученикам в первые времена русский иконописный подлинник имел довольно обширный объем и отвечал на все. Вопросы своего предназначения он состоял из трех книг «Лицевой подлинник. Изображение святых правила». Иконописание – те же правила, относящиеся к стенописи. С привнесением в месяцы слов имен новых российских святых росло и содержание подлинника более полным он стал при Митрополите Московском Макарии в 1547 и 1549 годах были созваны соборы, на которых канонизированы русские святые, подвязавшиеся до середины XVI века, поэтому списки русских иконописных подлинников несколько расходятся друг. С другом в численности имен святых. Стоглавый собор 1551 года не упоминает о подлиннике, а ссылается на работы преподобного Андрея Рублева, так как подлинники в то время были достоянием весьма ограниченного круга иконников и знатоков в постановлении. Соборы читаем, писать и живописцам иконы с древних образцов, как греческие живописцы писали и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущие живописцы, в большинстве случаев мастера руководствовались рукописными списками и иконными святцами рукописные списки, срисовывались тушью или красками. Вверху писался текст самой краткой редакции. Иконные святцы не имели текста в 17 столетии, по свидетельству одного документа того времени, в Москве и других городах, в Слободах и в селах, и в деревнях объявились многие неискусные иконописцы и от неискусства воображения святых икон пишут, не против древних переводов, и тому их неискусному писанию многие последуют и у них учатся. Не рассуждая о воображении святых икон. У прежних же художников, искусных и имеющих у себя переводы, учения не приемлят и ходят по своим их волям, якоже обычай безумным и в разуме неискусным, далее говорится, что поселяне некоего села Халуй. Неразумея божественного писания, дерзают и пишут святые иконы безо всякого рассуждения и страха, их же честь святых икон по божественному писанию на первообразное восходит о те поселяне от своего неразумия. То воображение святых икон пишут с небрежением, далее составлен указ от лица великого. Государя и святейшего патриарха, в Москве и в оградах воображение святых икон писать самым искусным иконописцем, которые имеют у себя древние переводы, и то со свидетельством выборных иконописцев, чтобы никто неискусен иконного воображения не писал, а для свидетельства на Москве и в оградях выбрать и искусных иконописцев, которым то дело гораздо в обычае и имеют у себя древние переводы, а которые не искусны иконного художества, тем воображение святых икон не писать. Также на Москве и в оградях учинить заказ крепкий, которые всяких чинов люди сидят в лавках, и те бы люди у иконописцев святые иконы принимали до брага мастерства со свидетельством, а без свидетельства отнюдь не принимать, жителям же села Халуй, впредь воображение святых икон не писать. Этот документ говорит о том, что начинавшиеся еще в 16 столетие тяготения к реализму созревало и умы русского общества разделились. На два течения старорусское предание столкнулось с сильным умственным течением. Проникшим в Россию с Запада, через Украину, Польшу и Литву оно поддерживалось появлением из-под печатного станка южно-западно-русских типографий разных икон. И брошюр, содержащих в себе латинские и протестантские понятия в обществе, рождались споры об опресноках, о времени присуществления святых даров и многом другие. Эти веяния сказались и в области церковной живописи, которая начала перенимать понемногу манеру западных живописцев с их реализмом, не говоря уже о сюжетах, которыми до того времени пренебрегала и которые отвергала. И если с реалистическими тенденциями ведущих мастеров церковь в какой-то мере мирилась, то с подобными стремлениями иконописцев-ремесленников, распространявших неумелые образцы. Она вела упорную борьбу, повелеваем быть над иконописцами искусному художнику и доброму человеку из духовного чина в старостах, то есть начальником и дозорщиком, да не поругаются, не посмеются невежды иконам Христа и Богоматери и угодников его, худым и нелепым письмом пишущи, и да пристанет всякое суемудрие и непроведное, и же обыкаше всяк собою писать и без свидетельства. Деяния собора 1667 граммов к тому времени появилась достаточно дешевая бумага, что способствовало распространению прорезей и подлинников, которых церковь и рекомендовала придерживаться. Субтитры создавал DimaTorzok